Саня, это нечто! Ты такое не видел! Иди смотри! Дуплет! Слабо? Сразу двух! Давай сфоткай! Фоткай, давай! Это что-то! Прикол! Офигеть! Друзья, в каждом своем видео, приловлено поплывок и на фидер, я рассказываю немножко по прикормке, в каких условиях, почему я сегодня использую именно этот состав. Сегодня тоже чуть-чуть расскажу. Приехали на водоем, половить карася, возможно карпита. Посмотрим, что будет, не знаем. Но, ситуация такая, что в последнюю неделю все знакомые, кто ездит по карпу, по карасю, ловы не очень хорошие. Перемена погоды. Вчера дождь, град, сегодня солнце, завтра опять дождь, град. Что с погодой будет, не знаю. И рыба вроде немножко коматозничает. Хищник тоже самое коматозничает. Поэтому ловить буду на фидер. Работать буду двумя фидерами. Поэтому прикормки замешиваю чуть побольше. Беру две прикормки черного цвета, черного цвета, но беру чистую базу. Базы отличаются тем, что они с очень легким ароматом. И нужную аромат я буду в них добавлять сам. Практически ничем не пахнет. Еще пол пачки. Полторы пачки думаю на сегодня хватит. Сюда же добавляю резаную баночную кукурузу. Ножницами порезал. И получалась такая пожмяканная кукурузка. Вот такая вот. Пожмяканная, пожмяканная. И это все сюда. Теперь сюда водичка. И мне нужно сделать максимально тяжелую прикормку. Так же привлекало рыбу. Чем прикормка тяжелее, тем она дольше привлекает рыбу, так как плавающих частиц в толще воды практически нет. И эти плавые частички я буду делать с помощью сицелки. Сейчас водичку добавляю ровно столько, чтобы прикормка просто ее взяла, но при этом оставалась суховатая. Еще не лепилась. Все, прикормка не лепится. Она уже мокрая, но еще не лепится. Вот. И теперь я буду добавлять много сицелки. Это кукуруза. Это будет как раз то, что будет растворяться быстро в воде и привлекать рыбу. И при этом прикормка будет максимально тяжелая. Все. Сейчас она еще не напиталась. Сейчас постоит минут 15 и добавлю еще кабельку воды и прикормка будет готовая. И на такую прикормку буду ловить. Немного прокидал грузом маркерным. Ничего не нашел. Сейчас поставлю кормушку. Попробую что-нибудь найти. Вдруг за что-то интересное зацеплюсь, чтобы было понятно, где ловить с первым удилищем. Далеко кидать не хочу. Лень выматывать. Долго. Короче, ролик пока особо нет. Будем пробовать. Начинаем закармливать. Сейчас 5-6 кормушек положу и буду одевать. Прикормка очень тяжелая. Поэтому в кормушку сдавливать не надо совершенно. Слегка раз. Первое удилище готово. Ждем поклевки. Вдруг что-то будет. Что-то типа свальчика нашел. Второе удилище. Второе удилище. Есть. Вторая точка найдена. Будем пытаться на ней ловить. Вдруг что-то поймаем. Какой-то свальчик, какая-то неровность, за которую груз цепляется. Будем надеяться то, что нам нужно. На это удилище кормушку поставлю поменьше размером. Кидать недалеко. Ветер крутит, чтобы пробивать ветер. И подавать умеренное количество при кормки. Чтобы было и не много и не мало. Пока мы не знаем активность рыбы. Поэтому слишком кормить много не буду. Первый пошел. Ну что, точку закормил. Одеваем сейчас. Возьмем. Так, что у нас мы берем. Десятка. 0,12. Десятка крючочек. Здесь гамакатсу. На 0,12 поводочке. Здесь уже фидергам. Петля в петлю. А, здесь у меня косичка, не фидергам что ли. Без фидергама монтаж. Ну и начнем с опарыша. Раз. Начнем с трех. А там дальше посмотрим. Если на точку начнет подходить к арке, тогда попробую в каждую кормушку уложить вперед четверку. чтобы рыбу удерживать может пригодиться может понадобиться очень часто помогает ситуации когда карпа помогает удержать четверка пелец просто в сухом виде забиваешь пробка делаешь основную прикормку а внутри пелец четверка великолепно помогает возобновить поклевки и удержать рыбу посмотрим будет ли рыба вообще пока с левой стороны огромное количество людей с донками у них пару карасиков вот такое поймали и все хорошо на рыбалочке класс там горбы как бьется класс там какой-то боец небольшой давай давай вываживай все 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 сдох не 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 давай в сторону давай 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 карасик маленький имеются люди ловить а вот такой красавчик какой плавничок у него дальше сейчас если ты насчет стабильного видео кормить я не буду кормить пока ты не начнешь ловить сошел да не сидит 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 давай иди сюда кто-то там куда ты идешь давай 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 кто-то там кто-то карасик ребятки попался на бутерброд кукурузы и опарыша вот такой красавец соня кого-то тянет карасишка мы все видим рыбка клюнула да я даже боюсь соревноваться с тобой ну что виталий что там рыбка 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 поцак грабли не грабли ты новый маленький карасик ребят друзья поклевывает рыбка в основном чуть побольше чем этот карасики очень очень слабо очень очень плохо практически каждого карасика приходится вымучивать за каждого биться много сходов в общем рыба в полном коматозе но тем не менее поклевывает без рыбки без улова мы не остались они все время экспериментируем пробуем разные варианты работает исключительно опарыш белый красный и комбинация опарыш с кукурузой отдельно кукуруза полный игнор червь полный игнор саша тащит багор поцак что сам что лучше не вот 0,07 поводок ага попробую сейчас на одно удилище поставить тоненький поводок с небольшим крючком посмотрим даст реакцию на улучшение клёва или нет ну вот друзья сейчас одно удилище стоит с двенадцатым поводком с двенадцатым крючком и с большой объемной насадкой и второе удилище с десятом поводком с шестнадцатым крючком и одним опарышем вот на него поклевка ребятки и на него поклевка а поводочек то у нас тоненький я даже без фидергама ловлю оп 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 кто там бойцовский вот сейчас осмотрим как повлияет уменьшение и утончение на клёв или нет вот 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 побольше машины помогите им вытянуть а чуть-чуть вернуть колесо провалилось вот вот такой красавец только что был пойман 01 поводок и 16 крючок иди сюда иди сюда иди сюда вот еще одна поклевка мимо и засекся крючок маленький реализация плохая но поклевы вот хороший пример как утоншение оснастки уменьшения крючка влияет на клёв рыбы казалось бы конец весны довольно тепло вода прогрелась рыба должна быть активная а вот нет иди сюда иди сюда и опять на тоненький крючочек с поводочком так вот ну что друзья вот опять очередное доказательство что именно тонкая снасть порой выручает даже в теплую погоду вот такой красавец это это у меня удилище хайпро Zemex хайпро 12 футов до 80 грамм кормушечка сейчас стоит 20 граммовая ведерко монтаж инлайн с косичкой как его вязать можно перейти посмотреть посылки в дне ничего себе поклёвка сразу только забросил и сразу поклёвка только удилище восстановил и получил моментальную поклёвку давай 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 пять поклёвок против нуля на этом удилище на данный момент тех с того момента как я переставил поставил тонкий поводок и вот он очередной красавец карасик недавно на этом же водоеме я ловил карася и карпиков на флет клевали крупные караси по 600-800 грамм но при этом они совершенно не сопротивлялись как это было можно перейти по ссылке и посмотреть сейчас более мелкие караси и приятно сопротивляется интересно так ловить Виталик, ты готов сдаться или нет? по любому по любому ты потом ко мне приедешь и мы мировую с тобой литр коньячка я этого готов, да? мировой литр коньячка с тобой раз и всё тебе сегодня в какую сторону ветер больше нравится? мне вообще ветер сегодня нравится мне тоже вообще сегодня не нравится я люблю сегодня ветер даже не смотря на то что он сегодня определиться не может куда ему дуть вот это тут садило как красиво прям по взрослому карасище карасище и ты там тачишь оба оба саня войдём тачим у кого круче ха 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 не отмазывайся говори как есть как есть а ты думай как нет как есть а ты думай как нет как нет говорю как есть ты думай как нет как есть как нет думай как нет а знаешь как нет как есть ты меня уже запутал ты меня уже запутал ты сам таки путаный и запутанный я вот такой вот красивый рыбка поп 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 вот так вот учись пацан на 0 8 поводок 16 крючком что-то там тащу ну очень не знаю какое а если я ловил два фидера у меня уже третье нифигасе а там вот так вот в бодает я тебе говорю сейчас это просто оторвет что нибудь не то ли руки то ли ноги как он бьет как он бьет это амур точно дел на нацать какие ударчики карасик ты мой красивый не сбег есть ребята поводок 008 крючок 16 и вот такой красавец друзья вот такой пока саша там ловит густерок на мастер-класс напрасывается ох нифига себе ого вот это кайф вот это да да что там красивообразная красивообразная саня это нечто ты такое не видел иди смотри дуплет слабо сразу двух фоткой давай это что то офигеть ты это видишь сашкин два в одном называется да один ах это называется мастерство не пропьешь ребята друзья товарищи оцепились один свалил один в рот зацепился а второй забагрился вот это я выдал ребята один в рот а второй забагрился сразу двух карасей на один крючок я лучший саня ты такое видел где нибудь смотришь и ты еще хотел со мной соревноваться саня ну тебе так слабо как я да сейчас сделаешь сейчас сделаешь поводок на 7 метров они запутывались поздравлять тебя не буду а то расслабиться ты меня обгонит сначала кстати этот обраконецкий способ минус 12 карасей сразу минус 30 да да на беленького поймал не то что он нечестный это просто обраконецкий способ понимаешь какого я не то что не видел это даже не слышал да слезы потекли за ноздрюми так за ноздрюми ты мне скажешь что кто-то поймал за ноздрюми а что ты мне не говоришь ты нечестно ловишь там ах ты честно а тебе с кого-то не считается минус 7 я согласен я честный человек я двух сразу поймал это плюс 100 все это вообще без вариантов я даже буду сказать сколько это минус понимаешь да девушки это плюс 100 это повторить невозможно слышите я даже не могу сказать сколько это минус понимаешь не хочу тебя обидеть просто ну что друзья рыбалка сегодня была очень трудовая ну очень результативная немножко по рыбалке расскажу друзья значит карпика мы так и не увидели ни одной поклевки как будто его здесь и нету хотя его тут очень много а вот по карасю мы оторвались но маленький нюанс тоненький поводок 008 и крючок 16 или очень тоненький 14 как только он был поставлен клевать начало очень очень даже хорошо с прикормкой я угадал темная прикормка мелко фрикционная и очень тяжелая чтобы не пылила как только прикормка подсыхала сразу начинала подходить густерка карась пропадал добавил добавляешь прикормки водички утяжеляешь тут же появляется карась все отлично ловится друзья желаю всем таких уловов как можно чаще до новых встреч на воде